Региональный МЧС продолжает проверять газовое оборудование в многоквартирных жилых домах региона и разъяснять, как избежать катастроф вроде тех, что прокатились по России в прошлом месяце. Поручение проверить весь жилищный фонд отдал губернатор Сергей Морозов в начале ноября после соответствующего распоряжения федерального правительства. Профилактические мероприятия проводились и в региональном центре. Их сотрудники МЧС осуществлялись совместно с представителями газовой службы и обслуживающих компаний. Основная цель – обеспечить максимальный уровень безопасности при использовании газовых приборов. Основные нарушения требований пожарной безопасности, которые выявлены в ходе таких проверок, связаны с тем, что зачастую граждане закрывают вытяжные вентиляционные каналы, специально предусмотренные для этого, и заклеивают их обоями или загромождают кухонной мебелью. В некоторых случаях их, конечно, немного, но, тем не менее, дымоходы газовых котлов и колонок подключают к вентиляционным каналам, что категорически не допускается. Во время рейда сотрудники МЧС не только проводили профилактические беседы, но и вручали жителям памятки с алгоритмом действий при пожаре или взрыве и телефонами служб экстренного реагирования. Напоминаем, при неисправности газового оборудования или при запахе газа следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону 04 и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение. В начале месяца взрывы бытового газа прокатились по Рязани, Хасавьюрту и Иваново. В трагедиях по всей стране погибли более 11 человек. Ситуация стала настолько серьезной, что на нее обратил внимание президент России Владимир Путин. В Ульяновской области катастроф подобного рода пока не было. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской области.